а вы снимите все санкции полностью санкции все сняли хочется жрать ведите себя прилично друзья всем привет ну что как вы видите уже отмените санкции отмените санкции уже рут и выпит в опять российские пропагандисты а то же сказываю что санкции нипочем ну и конечно угрожают всему миру опять а как же иначе сейчас расскажу обо всем подробно и что все это значит и на что здесь стоит реагировать оно что вообще не стоит реагировать на вы подписывайтесь на канал здесь самое важное самое нужное прямые эфиры стримы самых горячих самых важных мест сообщения ну и на аналитика нас уже почти 640 тысяч вперед друзья и так в первое что хочу вам сказать это то что вот они начали эти российские пропагандисты снова свою песню и нужно кого-то пугать и кого-то кому-то угрожать и вот теперь они угрожают всему миру голодом голодом за санкции и наплевать пусть миллионы людей умирают песню понятно все равно то есть они готовы угрожать каких-то там вообще пределов у этих людей нет ну конечно их угрозы никого не пугают ну а у самих у них уже истерика послушайте вот они еще недавно рассказывали что все им санкции нипочем а теперь говорят вот уходят они от нас и что будет будут ломаться поезда и самолеты вон сименс сименс аэрбаз а люди будут гибнуть послушайте сименс сбежал из россии сименс который здесь велико октябрьскую статистическую революцию не сбежал а сейчас сименс сбежал из россии при том сименс короче право не имел это делать потому что это что значит это значит я хочу чтобы те поезда которые мы вам поставляли чтобы они сходили с рельс так как мы их не будем обслуживать и чтобы гибли русские люди подонки из боинга подонки из аэрбаза которые говорят нет мы не будем обслуживать самолеты мы хотим чтобы самолеты гибли и чтобы русские люди гибли или не могли летать или или не могли ездить вот этих трех скотов ни при каких условиях больше в россии тогда быть не должно все деньги пусть вернут подонки скоты всем нашим компаниям которые вкладывали там покупали самолеты брали в лизинг тогда тоже пусть деньги вернут мы же им платили лизинг но мы же рассчитали на определенный срок упущенные прибыль то есть вообще мы еще титан поставляем что для них делаем просто конченые всю собственность если у них здесь есть арестовать вообще все вот так уже истерит целый винный помет подождите подождите вы же говорили что вам все нипочем а уже почем во вторых вот черт вы не говорите граждан россии чего уходят эти компании просто решили вот так сами взять уйти деньги не зарабатывать плюнуть или может быть вы развязали войну в центре европы 21 веке и позор теперь вообще работать в россии поэтому уходят все компании что вы позоритесь ну а понятно у них еще одна цель всех этих воплей них раньше-то и до санкций падали самолеты исходили с рельс поезда а теперь все просто будет будет еще больше все это падать и сходить они будут говорить это все запад виноват это все запад не собственное разгильдяйство коррупция и безумие нет это все запад виноват но это понятно в общем столько рассказывали россиянам про импортозамещение что мы что всем ой-ой-ой покажем кузькину мать а в итоге вот что у них получилось из всего этого просто позор и что теперь они не знают даже что сказать людям но и сами вынуждены признать что все провалили послушайте пора уже урезать аппетиты ряда заинтересованных лиц которые свои личные интересы стоят выше государственных ну и кто это сделал надо смотреть и находить в общем да в общем да и вот он клеща сделать вы совершенно верно программа импортозамещения провалено полностью кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего наши люди это видят и по товарам народного употребления во многих других сверх виновных назовите сенат я думаю может жесточайшим образом поставить эти вопросы назвать виновных и с ними разбираться ответить эти люди должны а то что это за импортозамещение когда вместо одной компании берем вместо одной стороны берем другую страну но внутри стороны все равно ничего нет на что нам будут объяснять что так вы не понимаете это разные вещи вы путаете импортозамещение с локализацией вы бы так и сказали что вам нужна локализация а мы-то подумали что вам надо просто заберите у них этот брак и выдайте им другой то есть нам вот этого дурака предлагают все время включать нет мы на это конечно пойти не можем ну да вот тут иначе не скажешь а что же них якобы получилось но получилось якобы у них оружие и они опять вот там продолжают промывать мозги своему населению про оружие аналогов нет вот иначе его не назовешь теперь у них главная тема и пугалка это сармат и поэтому даже такие ролики появляются в интернете послушайте у нас есть сармат и никто нам не поставит мат доброе утро мы из россии ну это все чушь собачья этот сармат даже испытание еще не прошел поэтому в общем здесь даже и говорить то особо не о чем мы уже видели их всех гиперзвуковые сверхзвуковые лазеры шмазеры мы увидели чуть уже скоро т-34 будут расконсервировать чтобы ехать в украину ездят на советском но может слегка модернизированном они рассказывали какие-то мега прорывы ни одного корабля с 91 года не построили ни одного корабля первого класса зато один потеряли ну вернее это украина ему им его потерял отправив москву на дно вот и вся правда об их в мега значит возможностях и об их мега оружие поэтому не надо бояться никакого сармата друзья а у них у самих конечно тоже есть да ну и не конечно не могут же народу не сказать у них есть свои маленькие победы послушайте по мугу скобеева попова когда пойдет тонкое вооружение на очевидно уже началась и нам придется волей-неволей в ней участвовать конечно сделал не в объемах мы за объемами западными никогда в жизни не угонимся никогда они собрались и 85 миллиардов долларов перечислили там украине не украине какая разница да они взяли и собрали 85 миллиардов долларов за очень короткий срок за два месяца на борьбу с нами сделала не в объемах дело в эффективности тех систем которые производят дело в кадрах в том числе и здесь в принципе новости такие вот которые отдаленно могут нас порадовать мне кажется иногда поступают накануне максу шадаев министр цифрового развития сообщил что из тех кто уехал вот сейчас 80 процентов уже вернулись по сим-картам отслеживаю государство 80 процентов вот вот такая победа друзья 20 процентов людей значит у них не вернулась это их победа ну что я могу их только поздравить с такими победами полные безумцы друзья подписывайтесь на канал держим строй